Сегодня новую книгу Артём брать не планирует. Повод для визита в Новоивановскую библиотеку праздничный. Любимому учреждению культуры исполнилось 75 лет. Театральный этюд – подарок на юбилей. Его юноша подготовил вместе с друзьями. История библиотеки началась в 1948 году в деревне Толстопальцево, в знаменитом на всю Россию писательском городке. Переезд Новоивановская был позже. Сейчас культурное учреждение – это точка притяжения детей и взрослых. Здесь можно не только взять книгу, но и провести время весело и с пользой. Мы покажем фильм о нашей библиотеке, как она работает сейчас, именно в это время. Какие кружки, какая кружковая деятельность ведется на базе библиотеки, потому что библиотека уже стала абсолютно другой. Она стала также инновационной. Люди приходят не только за книгами, за знаниями, они приходят на мастер-классы, на литературные вечера, на поэтические встречи. В фонде учреждения более 9 тысяч книг. Работает виртуальный читальный зал. В 2020 году стартовал проект «Писательское мастерство». Он рассчитан на детей и подростков. Уже состоявшиеся литераторы создали объединение «Новоивановская муза», которое неоднократно становилось лауреатом областных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Все эти годы наша библиотека является центр притяжения творческой интеллигенции жителей, всех тех, кто стремятся разнообразить свое свободное время общением с всем, что связано с высокой литературой, с высоким искусством. Однако на достигнутом сотрудники библиотеки останавливаться не собираются. Постоянно ищут новые форматы работы. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».